Всем привет! Недавно у меня появился фитнес-браслет, так называемый фитнес-трекер от Xiaomi Mi. Он выпускается вместе со специальным приложением, которое вы устанавливаете на свой смартфон. Без этого приложения не имеет смысла носить этот браслет, потому что приложение вам нужно, чтобы считывать информацию. И в общем в этом видео я собираюсь вам немного рассказать о том, как это работает и зачем это нужно. У меня этот браслет появился недавно, всего лишь чуть дольше недели. Состоит он, как вы видите, из металлической части, самого трекера и браслета. Браслет можно приобрести разных цветов. Почему я решила взять черный? Во-первых, мне кажется, что черный и белый, ну это не кажется, мне это так принято, что черный и белый цвета сочетаются с любыми цветами в одежде. Но белый, мне показалось, это все-таки слишком маркий цвет, то есть его легко как-то испачкать. На черном, скажем так, грязь не видна. Ну, речь идет не о грязи, речь идет о любых, в принципе, каких-то царапинных и повреждениях. На черном их будет не так видно. Что этот браслет умеет? На мой взгляд, это не самая необходимая вещь в хозяйстве. Можно прожить спокойно и без нее, можно без нее заниматься спортом и быть здоровым. Но если вы серьезно относитесь к своему здоровью, то вот такая вот возможность есть купить такую вещь. В общем, почему бы и нет. Что он умеет? Он считает шаги, во-первых. Причем он умеет различать между обычными шагами и именно бегом. Во-вторых, он контролирует ваш сон. То есть он знает, во сколько вы уснули, во сколько вы проснулись. И он также знает именно, какие фазы сна бы прошли. То есть я в этом не разбираюсь, сколько их бывает. Но есть более глубокий сон, есть менее глубокий. Если ваш сон недостаточно глубок, тогда вы не сможете достаточно отдохнуть. В общем, он за этим следит. И у него есть еще одна очень приятная функция, которая мне понравилась больше всех. Он имеет встроенный будильник. И этот будильник работает не так, как все остальные. Он не издает никакого страшного писка и никакой музыки. Он просто вибрирует на руке. И этого достаточно, чтобы вас разбудить. И это действительно такое очень мягкое пробуждение. То есть когда у меня звонил всегда будильник, то это всегда каждое утро такой легкий шок. Что такое звенит, особенно если вам что-то интересное снилось, то вы каждый раз так немножко пугаетесь, когда вдруг слышите будильник. Здесь не так. Здесь действительно получается очень мягкое пробуждение. По словам производителя, это приспособление очень эргоемное. То есть его не нужно часто заряжать. Батарейки должно хватать на 30 дней. Я пока не могу вам сказать, так это или нет. Потому как я еще ни разу не заряжала. У меня батарейка еще не разрядилась. Но он у меня всего лишь примерно дней 10, этот браслет. Сейчас я вам покажу, как работает приложение. Вот здесь мы видим, сколько шагов я прошла, сколько километров и сколько я сожгла калорий. Калории он высчитывает, потому как он знает мой вес. И вот здесь, например, вот эти 16 минут, он говорит, что это был воркаут. На самом деле, я просто сначала сидела за столом, работала. Потом я встала и сходила в магазин. И вот эти 16 минут он посчитал как воркаут. То есть как будто бы я занималась спортом. Ну, это значит, что я двигалась. Теперь сон. Я спала 6 часов 24 минуты сегодня ночью. И из них 5 часов 11 минут были действительно глубокий сон. Вот здесь эти фазы сна подробно показаны на графике. Если я поставлю себе цель похудеть, или, может быть, наоборот, набрать вес, в общем, что-то сделать со своим весом, то я воспользуюсь, наверное, еще вот этой функцией. Здесь можно высчитывать свой вот этот вот индекс, если сравнить ваш рост и вес. И ежедневно можно следить, меняется ваш вес или нет. Я этого пока еще не сделала. В общем, это была первая информация, которую я обладаю по поводу этого устройства. Я пока еще не решила, насколько оно полезно. В общем, я сейчас пользуюсь им из любопытства. Я не знаю, может быть, завтра оно мне уже надоест. Пока еще нет. Больше всего мне нравится будильник. Насчет шагов и сна. Ну что ж, мне интересно, в принципе, это знать, сколько я спала, но как именно это использовать для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, я пока не знаю. Мне будет интересно, если вы мне в комментариях расскажете о вашем опыте с этим устройством, если у вас такое есть. Хотели бы вы иметь такое устройство? И если да, то какого вы бы купили цвета? Может быть, вы еще что-то интересное о нем знаете и можете мне подсказать и посоветовать, а также не только мне, а всем нашим подписчикам. Я заранее вас благодарю и прощаюсь до следующего раза. Буду очень рада вас всех снова видеть. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.